Ребята, всем привет из Минска. Мы находимся в белорусской столице и три дня проведем здесь. Покажем вам какие-то интересные места, погуляем, посмотрим. Мы приехали с семьей, втроем сюда покажем какие-то интересные места, куда сходить с детьми. И вот я сейчас нахожусь около здания Белорусской национальной библиотеки. Это здание входит и в топ-10 самых уродливых зданий, и в топ-10 самых необычных зданий, и в топ-10 самых дорогих зданий в Беларуси. Ну вот так она выглядит, национальная библиотека Беларуси. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто испытываю страх перед лошадьми, но смысл такой, что очень интересное место, где тебе расскажут все, как лошади содержатся, что они любят, что они не любят, как их дрессируют, как они используются для спорта, для конкура, для всего чего угодно. И вот, ну просто посмотрите, вот так это выглядит, я первый раз, честно скажу, в конюшне, потому что вот у меня какой-то страх перед лошадьми есть, и ну как бы я их боюсь, не знаю, как даже объяснить, почему и по какой причине, просто боюсь, как знаете, есть там, не знаю, боязнь пауков у людей, или там боязнь летать на самолетах, или еще что-то такое. Ну вот, вот так примерно все это происходит, там даже я вам сейчас покажу, есть солярий для лошадей. Ну вот, ребята, это солярий для лошадей, не поверите, это смысл как бы в том, что здесь они получают витамин D зимой, как бы, когда нет солнца, скажем, да, то есть. Ребят, ну вот смотрите, здесь огромная территория, несколько манежей, тут, ну более трех я уже насчитал, да, отдельные манежи и отдельные конюшни для конкура, для различных, не знаю, как это сказать, конных, там соревнований или спортивных различных дисциплин, да, и вот огромная просто территория, очень много интересного тут, просто вот кто любит лошадей, я советую сюда приехать, и здесь можно, наверное, мне кажется, полдня или даже целый день провести. Вот смотрите, кстати, видите, есть и прокат лошадей, можно покататься, и ветеринарная клиника, то есть это целый такой, как сказать, ну, лошадиный городок, можно сказать. О, посмотрите, вот так, очень крутое место, рекомендую, рядом с Минском, недалеко, очень, буквально 20-30 минут. Ребят, ну вот еще одна конюшня, не знаю, сколько, сколько она звезд, как бы, да, но это уже другая, но и вот смотрите, Клайпеда, например. Зовут лошадь Клайпеда, так что это наша, можно сказать, как это, прибалтийская, ну, вот такая вот красота здесь. Ну, вот, ребят, добрались мы до катания, посмотрите, ну, вот так все это происходит, вот так они катаются. Ребят, ну, вот пару слов после посещения вот этого центра конной подготовки, да, хочу такие свои впечатления, как бы самые, вот, первые, да, высказать и рассказать вам. Значит, место абсолютно уникальное, очень классно здесь провести время, то есть, можно приехать на целый день. На самом деле, недорого все здесь стоит, да, то есть, вот, ну, на самом деле, даже дело не в деньгах, никаких денег не жалко, потому что вот это общение с этими лошадьми детям очень нравится, то есть, ну, я не знаю, я вот, честно скажу, всю жизнь не общался с лошадьми, и именно из-за страха своего, не знаю даже, вот, как это объяснить, именно у меня такие, вот, ну, панический страх перед лошадьми, я не понимаю, из-за чего, я вроде бы и не падал, и, как сказать, у меня, мне там не легала эта лошадь никакая, ну, не было у меня никаких, таких, как сказать, ни в детстве никогда моментов, чтобы у меня был страх, вот, перед лошадьми. Но он у меня какой-то, не знаю, как объяснить, ну, панический, просто страх лошадей, я этих боюсь, но вот приехать сюда очень, ну, просто место вообще настолько классное, что здесь можно целый день провести, запасайтесь морковкой или какими-то, там, не знаю, яблоками, что-то сладкое для лошадей, да, чтобы с ними общаться и, как бы, ну, подкупить их, скажем так, да, ну, очень классно. Вот, просто вот у меня даже такая немножко зависть, как бы, да, к этим людям, которые занимаются этим конным спортом, и, на самом деле, это не так какие-то там космических денег стоит, потому что, вот мы узнали, там, содержание лошади, например, в конюшне с питанием и с, как бы, с уходом вот с этим, да, что, ну, вот этот навоз, там, выгребают за этой лошадью, да, и стоит в месяц 500 белорусских рублей, да, то есть это в районе, там, 150-170 евро, ну, с питанием, как бы, представляете, сколько лошади есть, да, и вот такие моменты, конечно, там присутствуют, что ее нужно выгуливать каждый день, то есть она должна сколько-то там погулять, побегать, да, и там, конечно, нюансов очень много, и ветеринары, и там различные витамины, и все остальное, ну, и вот это просто, что касается цен, да, сколько содержать лошадь, и вот, например, такая тренировка, я не знаю, как она, поскольку по времени длится, да, вот когда, там, ребенок или, там, взрослый человек приходит именно на лошади покататься, и, как сказать, пообщаться и провести с ней время, стоит 55 белорусских рублей, это получается, ну, тоже, там, меньше 20 евро, там, 15-17 евро, да, то есть это не какие-то, там, безумные деньги, единственное просто, что, я думаю, что люди, которым нравится это все, они, ну, как сказать, готовы нон-стопом этим заниматься, да, ну, при таком раскладе, конечно, уже, если, там, заниматься каждый день, или, или, не знаю, там, может, ну, с какой периодичностью, да, но смысл в том, что, ну, как бы, не какие-то космические деньги, да, все это стоит, поэтому, вот, ну, просто посмотрите, какая здесь территория, сколько здесь всего, и просто, просто рекомендация, будете в Минске, обязательно посетите, очень классное место, рекомендую, ну, также подписывайтесь на наш канал, Travel Blog Baltic, мы рассказываем здесь о путешествиях, странах Балтии, по Латве, Литве, Эстонии, ну, и, конечно, по всему миру, куда мы ездим, в наше путешествие, подписывайтесь, комментируйте, и узнавайте все о путешествиях. Ребят, ну, и, что хотел сказать в плане гастрономии, да, ресторанов, питания, кафе, в Минске вообще у вас не возникнет никаких проблем, мы в разных заведениях едим абсолютно, и в дешевых, там, забегаловках, и кебабные, и, там, рестораны получше, скажем, там, подороже, вообще нету никаких проблем, все рестораны, в принципе, хорошие, корейская кухня, итальянская, французская, индийская, какая хотите, то есть в Минске с этим у вас вообще не возникнет никаких проблем, поэтому, кто любит такие, скажем, устраивать гастрономические туры, да, Минск очень хорошее для этого направление, по всем статьям, скажем так, как то, что касается баров, ресторанов, вообще ночной жизни, клубы, развлечения, как бы в этом плане, как бы тут все в порядке. Ребят, еще одно место, которое советую посетить, если вы в Минске, особенно с детьми, это вот Дельфинарий, и Дельфинарий объединен вместе с зоопарком, вот так это все выглядит, много тут людей, много детей, ну, если вы с детьми, то обязательно надо сюда приехать, сейчас все покажем, что тут есть. Дельфинарийetus Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова